Первый и единственный в России музыкальный, информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал, страна ФМ, один в нашу страну. 10.04 в Москве, друзья, доброе утро, телерадиоканал, страна ФМ, Юлия Егорова, с вами. Влад Кутузов, и я сегодня просто прыгаю, 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 я уже, наверное, скоро полстудийный наш проломлю от счастья. Дело в том, что сегодня к нам в гости в эту пятницу, 1 ноября, пришла группа «Марсель, доброе утро, друзья!» Доброе утро, друзья! Вот, вы знаете, нас часто утренних ведущих объявляют в какой-то деланной утренней радости, говорят, вы же на самом деле не такие, вы все прикалываетесь, нельзя быть счастливыми в 7 утра. А можно, можно, потому что вот я совершенно не прикалываюсь, я так вас ждала сильно. Спасибо вам. И сейчас уже не в 7 утра. И сейчас уже не в 7 утра, да. И так у нас в студии Степан, Митя Блинов, саксофонисты, Евгений Бабенко, клавишник, все здесь. Ребята, спасибо, что приехали к нам. Дело в том, что у нас сегодня эксклюзивное, уникальное, мега-супер-пупер событие. Да, у нас премьера клипа сегодня. Да, я бы даже сказала предпремьера. То есть этого клипа, этой песни еще никто не видел. Никто нигде не показывал, это будет впервые здесь на Страна ФМ, эксклюзивное. Ну, объявите, как их называются. На Ютубе это появится только 8 числа, если не ошибаюсь, да? Да, 8 ноября у нас презентация. Презентация сегодня будет и песни, и клипа на песню Марсель. Улетим за моряк. Все правильно. Ваши поклонники, мы вот тоже с Владом следили за ходом съемок клипа в Инстаграм. Вот вы тоже все выкладывали, ребята, там целая история случилась. Три мушкетера там, вот это вот все, да-да. А, да-да, на самом деле, столько всего произошло за время этих съемок. Мы оказались в совершенно невероятно красивых местах, о которых даже не представляли, наверное. Я лично раньше не представлял, что такие места есть, существуют у нас где-то в стране. Но чтобы туда добраться, нам пришлось ехать на таких огромных микроавтобусах. До Плато там же вы ехали, да? Да, со смещенным центром тяжести. То есть такие автобусы на таких огромных колесах по горам. Там вверх 45 градусов, вниз 45. По совершенно жесткому бездорожью. Мы там ночью потерялись. Ну, короче, было куча всяких приключений. Кто вас нашел потом? На самом деле, благодаря Мите. К счастью, на самом деле, я был не первый раз в горах. Мы уже с друзьями два раза ездили на Эллибру скататься на сноубордах. И у меня с собой были рации. Ну, просто у меня они есть. И я перед выходом из дома решил с собой все-таки, на всякий случай, взять. Думаю, мы все-таки в горы едем. И благодаря тому, что у меня была с собой рация. А батарейки тоже положил, да? И то, что я краем глаза увидел чистоту. И потом меня как бы озарило, что я прямо вспомнил. У меня прям картинка всплыла в глазах. Ну, когда уже мы поняли, что мы заблудились. Я вспомнил чистоту, набрал их. И мы, ребят, нашли там по свету. Они там лучшие. Ну, представляете, горы. Тьма полностью. Уже с шести вечера полностью тьма. Никакого, ни капли солнца. Вообще бездорожье едем. Мы просто в какой-то момент, я понимаю, что у меня очень хорошо развито... Это плато... Как оно? Бермометр. Бермометр, что-то такое. У меня просто очень хорошо развито топографический... Если есть такое выражение, топографический кретинизм... Это я. То у меня наоборот. Анти. У меня анти-кетинизм, да. То есть я могу даже в полной тьме чувствовать, что мы не туда едем. Правда. Степа, на самом деле, где не побывает в какой-нибудь городе, и потом едешь с ним второй раз, он говорит, вот мы здесь были. Очень удобно иметь такого человека в коллективе. У него, на самом деле, это... У него же... Он же потомственный оленевод. Да, 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 да. А все же в тундре. Едешь в тундре, все одинаково. Надо подметить, где ты уже был. И вот, мне кажется, это... Человек-навигатор, конечно. Около этого мха. Метерсъемки клипа. Это было, блин, настоящее приключение. Мы столько всего увидели. Ну, перед вами же стояла грандиозная задача. Вы же сами уже, вот, где-то я прочитала, называется клип-фильм мечта. Ну, просто, это как бы такое вот произведение... Искусство. Искусство о мечте, я бы так сказал. На самом деле, мы обратились к тем ребятам. Есть такие Red Papers ребята. Там есть... Изначально мы увидели работы Ивана Соснина, режиссера. Он снимает кучу таких роликов. Есть Иваны, помнящие детство. Короткометражка интервью с Серебряковым. Есть тоже его работа. Там с Гверби у него классный есть клип. Обещай, где про старика и старушку, которые сбегают из этого дома престарелых. Там и устраивают трэш. Вот. И все. Они как раз вот такие вот именно делают мини-фильмы. И мы как раз вот давно хотели, что снять опять же вот мини-кино такое. И вот все получилось. Другие подробности, о чем эта история. Да и вообще, собственно, сам клип и песню, друзья, вы услышите, увидите чуть попозже. Сейчас Кутузов торжественно объявит перерыв. Ну, у нас небольшой перерывчик. Давайте послушаем Илью Кирееву песню «Киты», так она называется. Я удивляюсь, вот вам, ребят, съемки уже, собственно, давно закончились, да? До сих пор не отпускает. Да, отпустят тут. Я бы посмотрела на тебя, если бы ты там оказался. Все, скоро вернемся. Доброе утро всем. Это телерадиоканал. Странно. Один на всю страну. А, божечки, ну какую красоту показывает мне Степан. Дело в том, что участники группы «Марсель» вот неделю назад вернулись со съемок своего последнего клипа. Мы сегодня эксклюзивным образом премьерем. Чего, чего, чего? Стоя помню, не последний. Слушай, мне кажется, туда нельзя приехать просто так и уехать обычным человеком. Мне кажется, там должно происходить какое-то переосмысление. Ну, это однозначно место силы. Ну, то есть, что первый день мы были вот в этом месте, на этом плато Бермамут. Что и во второй день мы были на дороге Джилы Су, о которой недавно рассказывал Дудь там в предпоследнем своем выпуске. Что одна из самых красивых дорог в мире. Она реально действительно, она, во-первых, очень длинная. Мы по ней ехали, 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 ехали. Ну, там, то есть, смотрите, справа Эльбрус, слева там какие-то горы. Ты едешь просто... Ну, короче, Степана просто разрывает. Не разрывает. Женя помалчивает. Сколько мы с тобой общались, я ни разу не видел, чтобы тебя так долго не отпускало. Ты был настолько воодушевленным. Я даже сказал, скажешь, я тебя так давно знаю, что странно, что тебя всегда так разрывает. И все не по-особенному. Ну, вот ребята показывают фотографии, рассказывают, чем их там кормили. Это были что, манты, хинкали, что-то вы ели, вот эти вот пельмени. Ну, да, можно сказать, что на мысе Бермамет живут два мужчины, до которых ехать часа три по бездорожью. Они стоят того, эти двое мужчин? И они там живут и готовят еду. Ну, да. Для тех, кто все-таки до них добрался. Так здорово. Жень, тебе вкусно было? Очень вкусно. Да? Но он вегетарианец, и там ему... Нет, творожные там были тоже. А, творожные, да. Они там сыр там делают, все, что нужно. Да, для тебя тоже приготовили. Ты понимаешь, что происходит, да? Опять еда по первому часу. Блин, мы начинаем на любую, чем хотели сказать, что ты мистер едет. Нет, нет, нет. Дело это как раз не во вкусе, а в том, что ты ешь эти вареники и поднимаешь голову, и перед тобой две вершины Эльбруса. Вот, и такое огромное пространство там просто. Ну, в общем, вы по полной программе заморочились ради нового клипа. Ну, это стоило того. На самом деле, меня это очень еще радует, что мы все-таки выбрались туда. Потому что до этого мы снимали в павильоне, то есть заплатили тоже много денег за этот павильон, за что был зеленый экран, как бы и все. А тут мы все-таки как бы потратили тоже много, но плюс и сами получили очень много эмоций. Это было настоящее приключение. Во-первых, огромное спасибо режиссеру Егору. Да, Егор Мясников. Да, его командир. Рэдплэперсфильм. И Игорю, продюсеру. И самое главное, огромный респект и спасибо главному герою. Мальчик. Да. Марк, девятилетний актер. Да, Марк Мурашкин. Да, он же просто наряду с вами, взрослыми, там вообще все это терпел. Слушай, ну он нормально вынес эту ситуацию? Он на самом деле больше терпел, чем мы. Потому что, ну, все-таки для ребенка серьезные истории. Он, например, главный герой, первый съемочный день, он ночью, 4 утра снимался, там, ночные у него съемки, чтобы по клипу увидеть, там, где он собака лежит, где он там в этом огромном таком каньоне. Это все было снимало 4 утра, когда он только прилетел из Екатеринбурга, с аэропорта сразу же. Нет, он из Москвы прилетел. А, из Москвы, фу, из Москвы, он же москвич, точно точно. И Марк, такой стойкий оловянный солдатик, да, в 4 утра вышел, снялся. Он, мама, вместе с ним тоже все это переживала. Что, он не говорил ни разу там, чего меня сюда привезли, зачем, куда я попал вообще, ребята? Он, у него такой, знаешь, послужной список, что многим еще до него идти и идти. Ну, мы Инстаграм сегодня его посмотрели, кстати, утром, да, и там у него много всего. Он еще и пианист, причем пианист такой, что занимает места, там, ну, прямо уровень. Он, кстати, у Галкина был в шоу, вот это вот, где дети приходят, как его называют, как я помню. А что, вот мне интересно, только я хотела задать вопрос почему-то молчаливому Евгению сегодня, но, наверное, сделаю это чуть попозже, да, через несколько минут. Ну, рекламка небольшая, чуть-чуть мы сейчас ее раз и вернемся во основу, да. Ладно, давайте. Доброе утро, страна! У нас сегодня в студии группа Марсель. И мы сегодня эксклюзивно на всю страну презентуем новые клипы, песни «Улетим за моря». Ребята неделю назад вернулись из Пятигорска, да, где? Из Кисловодска. Из Ставропольского края. Из Ставропольского края. Кабардино-Балкарии. Все смешалось в этой... Из Екатеринбурга. Из Екатеринбурга. Еще прекратить это для Егорова очень сложно. Не воспринимайся так быстро. Разорвет просто. Слушай, я и так все утро разбиралась, почему ваш новый альбом, предзаказ, кстати, да, стартует же тоже 8 ноября. В день, когда «Улетим за моря», да, выйдет на всех официальных, там, вот этих цифровых платформах. Но страна FM первая, заметьте. Ну, вот ты пишешь, Степ, тоже у себя в Инстаграм, что новый альбом называется «Дом бита», во-первых, правильно? И переводится с древнененецкого. Как, значит, так, что? Опять не могу собраться, Влад. Степ, помоги, помоги, пожалуйста. Много клетчатого сюра вам в ленту. То, что я показываю руками, переводится с древнененецкого языка, как «Дом бита». Клетка символизирует схематичность бытия, а красный цвет – огонь, который горит ярче, чем прежде, сжигая все на своем пути. Вау! Добавлю, Степан здесь сидит на таком классном диване клетчатом, каком-то воспокрыванном, в клетчатой рубашке. В двух клетчатых рубашках. А, в двух клетчатых рубашках. А, на тебе клетка на клетке. Ну, это прикол сегодня. Ну, это прикол, конечно, да. Слушай, а у нас дебют сейчас был прямо в эфире, кстати. Еще никогда артисты свой инстаграм не читали. С моего телефона. С моего телефона. Первые в истории просто. Ой, слушайте, а в моем телефоне много всего. У нас же там мы хотели поговорить. Давайте посмотрим, что у вас там. В моем телефоне. Нет, нам не гораздо интереснее, что в ваших телефонах. Я там думаю, что по тысяче фотографий из Кисловодска осталось. И я думаю, что в ваших телефонах наверняка есть видео, которое вы сняли, вот, в ваших инстаграмах. Вы выкладывали это же видео-анонс в предстоящих ваших концертах. Да, есть, да. Мы выкладывали, сняли специальное видео. Эпичная там такая история. Вместе с нашими друзьями. Зефир видео в Питере сняли такое вот эпичное промо концертов. Какими мы стали. Да, ну, там прямо такой мурашки, мурашки. Посмотрите, зайдите в инстаграм, ребята. И можно, кстати, пригласить всех. Да, да, прямо сейчас об этом расскажите. Дорогие друзья, Питер, Москва. Во-первых, в Москва. Приглашаем вас 22 ноября на презентацию нового альбома группы «Марсель Дом Бита». Она произойдет в Москва-холл. Да. А давайте на питерский концерт всех поклонников позовет Женя. Да, это ответственно очень. Давай. Приглашаем всех 7 декабря в... Тиньков Арена. Молодец, заговорил. На презентацию нового альбома группы «Марсель Дом Бита». У нас будет вообще в Питере особенный еще концерт, потому что мы делаем у 360. Тиньков Арена позволяет сделать, что у нас сцена будет посередине, люди вокруг, и мы там будем... Как в цирке Арена. Класс. Так что мы всех приглашаем, потому что для нас самих это такой эксперимент, приключение. Попробовать что-то, ну, как-то вот выйти из зоны комфорта, сделать, попробовать собрать площадки побольше. Так потихонечку, потихонечку. Вот. Для нас это большой праздник, поэтому приглашаем всех. Мы очень хотим всех видеть. Это искренне. Для нас это очень важно. Поэтому всем поклонникам группы «Марсель» и, так сказать, тем, кто хочет услышать какую-то новую музыку интересную, добро пожаловать на наши концерты. Вот, смотрите, я об этом хотел спросить. Презентации нового альбома официально, как это называется. Это значит, что только песни с нового альбома прозвучат? Не-не, будет... Или вот то, что мы знаем хорошо, любим уже давно? Конечно, будет все. Будет и «The Best of the Best», плюс, конечно же... Просто концерт будет длиннее, чем обычно. Да. И новый, и старый. Давайте еще раз я зафиксирую для наших слушателей и телезрителей. Значит, смотрите, Москва, 22 ноября, клуб называется «Москва-Холл». «Москва-Холл», 22 ноября. И Питер, 7 декабря, Тинькофф-Арена. Знаешь, что, Степа, по тебе заметила? Вот тебе же 33 года исполнилось. Эту осенью. И вот ты говоришь, мы хотим выйти из зоны комфорта, вот это все. Знаешь, обычно люди говорят, ну все, возраст Христа, хочется чего-то нового, все сначала. Ты чувствуешь какую-то магию 3-3? Я чувствую магию какого-то обновления с каждым, на самом деле, альбомом. Потому что альбом пишется какой-то там период времени, и ты что-то говоришь, думаешь, сочиняешь то, о чем ты сейчас живешь. И ты живешь, живешь, как вот некая мечта у тебя сбывается. И вот сам период вот этого ожидания, он на самом деле более даже кайфовый, чем выпуск. Вот когда выпустится альбом, все, как бы это будет уже как, все, лист перелистнули, давайте дальше. Жень, ну у вас же не было альбома полноценного с 16-го года фактически, да? Я так вот ненавязчиво подключаю господина Бабенко к нашему разговору. Нифига себе, Юля, подготовочка у вас так нормальная сегодня, хорошая. Зато концертный был альбом не так давно, которым мы на самом деле тоже очень гордимся. И у нас получилось записать лайв из клуба А2 и выпустить его на iTunes. И я вот лично в машине его включаю в дороге и наслаждаюсь качеством звука и вообще атмосферой. То, что мы это передали. Как называется концертный альбом? Концертный альбом? Чтобы все могли качать. Концерт для любимого города. А, это концерт для любимого города. Он скачан уже давным-давно. Мне только что кто-то добавил даже в Инстаграме, как раз вот именно, что едет в машине и служит именно этот альбом. То есть мне самому тоже очень нравится. Он получилось классно. Редко бывает... Особенно то, что там с оркестром часть. Да, редко бывает хорошо записать концерт, чтобы не стыдно было показать, выложить на iTunes. Но это технически сложнее все. Чтобы звучало так, как ты хочешь. Это наша четвертая или пятая попытка вообще. Мы все записывали и делали просто отдельный концерт-видео. Но именно так, чтобы можно было и аудио слушать, у нас получилось только в этот раз. Чтобы такого качества оно так было. Слушайте, у меня созрел очередной вопрос к Евгению Бабенко. Я задам его через несколько минут. Это сегодня красные линии. Вопросы Юлии и Евгению. Это весь эфир будет. Ты перекрасываешься, теперь тебе даются брюнеты? Да-да-да. Скоро вернемся, друзья. Дождитесь доброго дня. Засмущали, кстати. Первый и единственный в России. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Слушайте, но благодаря ребятам из группы «Марсель», вот Степанову в том числе, я крепко задумаюсь, заводить ли мне Кинг Чарльз из Паниеля к себе домой. Просто купи новый пылесос. Просто купи новый пылесос. Некоторые истории смешные. К сожалению, остаются за кадром, друзья. Но в кадре от этого менее весело не остановится. У нас сегодня эксклюзивнейший эксклюзив. Мы будем через буквально вот пять минут премьерить клип группы «Марсель» у Лентива-Замаря. Никто этого еще не видел, не слышал. На Ютьюбе еще посмотреть нельзя. «Страна-ФМ» первая. Значит, восьмого числа, кстати, можно будет уже все качать и предзаказ альбома. Восьмого числа вы сможете уже на всех цифровых площадках начать предзаказ делать альбомы. Появится обложка, появится трек-лист и появится песня «Улетим за моря». Да, давайте, смотри, сегодня у нас 1 ноября, осень, ну, уже так близится к завершению. Вот то, что Степе 33 года исполнилось, мы обсудили. Хочется выяснить, что важного за эти два месяца произошло у Евгения Бабенко. Кстати, нам тоже это интересно. Ну, что важного? Я сейчас, ну, мы как бы готовим все вместе альбом. Вот, я, в частности, сейчас занимаюсь постройкой студии новой своей, переезжаю в новое место. Своими руками? Да, своими руками. Вот, чувствую себя... Смотрите на эти руки. Чувствую себя... Как и перст. Чувствую себя прорабом, если честно. Ее же постоянно там в Петрович закупаем. Подожди, сейчас не прикалывает? Прорабом в смысле того, что он управляет рабами. Да, да, да. А он давно это хотел. Посмотрите на его изумрудность. От того и молчалив, да? Да, да. Ну, короче говоря, студия и предстоящие концерты занимают сейчас максимум твоего сознания, да? Да. Сейчас я превращу все наши минуса в плейбэк, и тогда Жене придется поработать немножко. Жень, мы тебе хотим пожелать, чтобы студия построилась вот как ты хочешь, по твоему плану. Самое главное, блин, не покупай туда новый пылесос. Да, хорошо, Митя. Думаешь, тебя не спросим про твои два месяца осенние? Потому что, вот, например, про Степу мы еще знаем, что связки рвались было, что дочка в первый класс пошла было. Да, было, да. Я еще в последнее время только на студии сижу, чтобы закончить альбом. А, понимаешь, я директор группы, и как бы... Я злой, да? Все свободное время я посвящаю, как бы, группе, делам, концертам, вот, организации этих съемок, там, и, ну, вообще процессы, чтобы у нас все у всех было, и все было хорошо. Ну, кстати, даже когда заглядываешь в ваши инстаграмы, понимаешь, что действительно, либо у вас такой негласный договор лички, вот личного, вот чего-то, да, вот этого, ну, то, что нам, девочкам, надо, там, вот это все. А вам надо, да, это? Сейчас я тоже удивился, кстати. Да, потому что нам надо, мало, действительно. Вот, ты вообще, Евгения Бабенко, свой инстаграм ведешь, ну, так вот, знаешь, ну, так себе. Там, по-моему, августом чуть ли не датируется последняя. Женя, ты понял, да, что тебя сегодня не отстанут уже до конца эфира, так что-то? Я не против. Нет, самое главное, самим жить полной, насыщенной жизнью, чтобы быть счастливыми. А инстаграм, это все очень второстепенно. Я тоже. Смотрите, по поводу счастливых не как людей, а как музыкантов, да, я к чему клоню. Вы же независимый. Да, конечно. Не от кого абсолютно, только от себя. Вот то, что сейчас происходит у нас, немножечко о шоу-бизнесе чуть-чуть, да, но сейчас я клоню к тому, что вот Фадеев буквально вчера дал сделал, он распустил всех музыкантов, отпустил, да, и говорит, что больше не буду заниматься практически никем. И он вообще сказал, что лейблом конец. Да, он говорит, все идет к тому, что лейблом они разрушаются и так далее. Они будут заниматься одним-двумя, и это будет очень дорогие. Да, но будет мировой уровень. Я к тому, я хотел вопрос какой задать. Нужны вообще сейчас ПЦ, в смысле продюсерские центры, лейблы какие-то? Или уже все дошло до того, когда, собственно, музыкант, если он чувствует потенциал, он в нем есть, он, собственно, может и сам все делать. Сейчас просто больше возможностей, мне кажется, есть. Мне кажется, вот, например, Blackstar показывает, что все-таки нужен, потому что у них это действительно получается, что они берут ребят, и они потом выступают, зарабатывают, и что-то выпускается. Просто... Вообще лейбл, как мейжор такой, да, типа, когда он... Фишка, например, Blackstar в том, что они за счет популярности одних артистов нагоняют популярность на других артистов. И это очень правильно. То есть как Тимати, как паровоз везет за собой... Не как, например, бывает, что вот есть звезда на лейбле, да, как, например, у Баста, да, и все остальные артисты, они такие как бы, то есть почти никто не знает. Вокруг не будут. Но он как бы их содержит, там, помогает, ну, как-то продюсирует их, да, но все равно есть как бы Баста, и все, все, номер один. А у Тимати на лейбле немножко по-другому построена схема. То есть есть Тимати, и он за счет своей Тиматисти, да, вот этой известности, он как бы помогает, продвигает других. Неважно, там, обязательно у него есть фит со всеми артистами своего лейбла, то есть обязательно есть клип, то есть такая, в принципе, правильная экономическая тема. Ругаются иногда с ними потом, досудятся. ссориться. В принципе, как мне кажется, если сейчас у артиста есть хоть какая-то подушка финансовая для того, чтобы все начинать, потому что зачастую, как бы, есть артисты, которые, ну, просто у него физически нет денег, там, даже 30-50 тысяч, чтобы что-то записать, там, сходить на студию, не говоря о том, чтобы снять клип. Каждый шаг же стоит денег, фактически, да? Да, для этого, конечно, тогда нужен какой-то инвестор, продюсер, там, кто-то, чтобы помог, там, показал, потому что, вот, какими мы были раньше, мы вообще ничего не понимали, ничего не знали, у нас вообще ничего не было. У нас вообще денег вообще не было, то есть, ну, там, ну, там, 6-10 тысяч в месяц, там, как бы... А вот когда становишься таким успешным, как вы стали, вот это ощущение... А потом, когда ты все-таки понимаешь, ты понимаешь, какие контакты, ты понимаешь, как это все устроено, то, в принципе, это особо и не надо ничего. Ну, вот, просто есть мнение, поскольку интернет сейчас, да, и все, сеть уходит, и уже практически ушло, но, как бы, есть мнение, что если ты действительно талантлив, если это что-то стоящее, оригинальное, оно самому в любом случае найдет слушателей. Это не только мнение, это куча примеров, как бы, есть для этого. Ну, да, да, да. Вот, например, наши гости сегодня, группа Марсель, просто талантливейшие ребята с самыми крутыми песнями, одну из которых мы будем прямо сейчас презентовать. Ребят, сами представляйте, пожалуй, свой новый трек. Ну что, дорогая страна FM, дорогая наша любимая страна, Питер, Москва, все наши любимые города, вы впервые сейчас увидите и услышите песню, которую вы уже полюбили. Улетим за моря, Марсель, поехали. Страна FM Ну что же, это случилось, премьера клипа, премьера трека группы Марсель в эфире Страна FM. Улетим за моря, только что мы посмотрели. Мы, наверное, в мурашках, да, мы не дышали, пока смотрели эту киноработу. Вы правильно абсолютно говорите, это художественный фильм. Спасибо, спасибо. Это настоящая, законченная история. И вот получается, вот давайте, вот еще раз, вот смысл в том, что мальчик, который путешествует, 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 сбегает из Питера. Начинается с чего? Чиклип начинается с того, что мы видим, что мама открывает дверь и видит, что сын, ребенок засыпает там, в комнате спит. Все нормально, под контролем. Да, закрывает дверь, ребенок просыпается, берет фонарик там и так далее. И мы видим, что он управляет в путешествие. Собирает рюкзак, да. Да, и в самом конце клипа... Берет свою любимую собаку. Да, он везде путешествует, и в самом конце клипа мы видим, что на самом деле он спит. Что он спит, и камера поднимается, и мы видим там, что лежит рюкзак на самом деле, и лежит в нем карта. А карту ему дал мотоциклист. Из этого путешествия все-таки... Да, и тут надо подумать уже. Сон это или не сон? Сон это и не сон. Да. Такое ощущение, знаете, что реализовалась мечта, сейчас вот говорю, от себя, от вас, когда вы были мальчишками, все хотели сбежать из дома. На самом деле, да. То есть этот мальчик лицетворяет нас самих, потому что все, даже взрослые мужчины, в какой-то момент хотят взять рюкзак. Очень хочу. Вот прям сейчас очень хочу сильно это сделать. Вот о чем мы говорим. Это же что песня, что клип, на самом деле, в первую очередь, даже не о том, чтобы улететь за моря. Это клип о мечте, о том, что иногда просто хочется куда-нибудь свалить, просто побыть где-то, увидеть что-то новое, увидеть, как почувствовать что-то новое, не знаю, как-то вот зарядиться силой. Ну, несмотря на то, что вы только что, пока мы смотрели клип, признавались, что это, наверное, один из ваших самых затратных клипов, дорогих, история, да, вы получили сами максимум кайфа просто и удовольствия. Мы вообще за то, что вот мы, на самом деле, счастливые люди, потому что мы, ну, часто ездим, выступаем, у нас картинка меняется. Ну, практически там каждый выходный, каждый день, что-то новое. И мы очень переживаем за тех людей, которые приходят в 8 утра на работу, в 8 вечера уходят, и эта картинка меняется крайне редко. И мы вот за то, что вот хотим пожелать всем, чтобы эта картинка менялась, вы видели что-то новое, новые ощущения, эмоции испытывали. От нас лично спасибо тебе большое за эти слова. Большое спасибо. Иногда хочется просто убежать от всех. И как раз песня об этом. А Женя, ты помнишь, когда ты первый раз вот из родного дома отчего взял вот, да, и куда-то вот рванул один? Сам по себе. Я помню, я один раз бежал от нашего друга, который, ну, как бы взрослого, там, так сказать... Бежал от друга. Я тоже. Ну, короче, меня маленького отводили, меня маленького отводили, ну, как бы к няне, и... Да, няне. И с этим няней мы ходили гулять. Вот. И потом он начал от меня прятаться. Вот. Мне так стало обидно, мне так стало обидно, я тут такой один остался, и я просто ушел, короче, и убежал к себе. В долину смерти. Вернулся домой к себе. Женя жил в ручке. И потом меня искали везде. Ну, подожди, не перебивай. Сейчас, сейчас, подожди, это же травма детства. Мы должны разорваться. А теперь, что было дальше? Ну, смотри, все, все, все. И потом меня искали весь день. И вот так вот я сбежал и реализовал. А где ты сидел-то все это время? Ты где-то спрятался? Я поднялся к соседям к своим наверх. Ага. И ты понимал, что все переживают, где маленький... Ну, понимаете, что Женя родился в пустоши, там, в Норильске, то есть там убежать-то негде, там вокруг города вот такие деревья, палочки стоят, у которых нет ни листьев, ни хвои, ничего. Это ужас, на самом деле. Город маленький, да, я там пешком дошел, но мне было лет, наверное, пять. Тебя ругали, когда нашли? Не, не ругали. Зацеловали? Ругали того, кто от меня прятался. Юль, ты как психолог должна срочно закрыть этот чертов гештальт. Да. Не, я считаю, что сейчас на всю страну просто... И спряталась такая. И ушла. Гештальт Евгения Бабенко, я считаю, закрыт все. Да. И тем более, мне кажется, после того, как ты снялся в таком клипе своего родного коллектива, так вообще все эти травмы... Слушайте, ребят, у нас буквально минута, но вот с вами вот всегда так. Не успеешь раскочегариться и уже все, спасибо. Сейчас смотрите, very important information. Да, про концерты еще раз. Москва-Питер, где, когда и тогда. Друзья, напоминаю вам, презентации нового альбома группы Марсель Дом бита, д-д-д-дом бита пройдут 22 ноября в Москве, город Москва, столица нашей родины, где базируется страна ФМ. Два Москва-Холл, клуб Москва-Холл, Москва-Холл, Москва-Холл. Москва-Холл 22 ноября. Переезжаю в Питер теперь. Супер-концерт, эксклюзивный концерт в Питере в формате 360 градусов в Тинькофф-арене 7 декабря. Группа Марсель специально для вас. Приглашаем всех, очень вас ждем и это правда. Класс. Спасибо вам огромное, что вы сегодня нас зарядили своим крутейшим настроением. Спасибо большое. Спасибо, что вы выбрали нас для того, чтобы презентовать свой новый трек и песню «Улетим за моря», что мы сегодня и сделали. И мы желаем вам абсолютных аншлагов на концертах, чтобы все заказывали, покупали дом Бита, вашего нового альбома и слушали вашу новую песню. И с новыми работами всегда, естественно, вас ждем здесь. Конечно, с удовольствием. Ну что ж, Евгений Бабенко, Митя Блинов и Степан Литков. Спасибо вам огромное. Группа Марсель в эфире «Страны ФМ». Спасибо. До встречи на концертах, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Страны ФМ»